Здравствуйте, уважаемые читатели и гости с сайта Заметки Электрика. В данном видео я подробно расскажу вам про сборку щита для гаража и его установку. В принципе, схема данного щита вполне подойдет и для небольшой однокомнатной или двухкомнатной квартиры. В общем, по требованию заказчика щит должен быть относительно бюджетным, но в то же время выполнять все необходимые защитные функции. Под этим поднимается наличие защиты от короткого замыкания и перегруза, а также защита от повышения или понижения напряжения в сети. Ну и в качестве оболочки был выбран навесной металлический распределительный щит CRN24Z1 серии Universal от EEC. На 24 модуля со степенью защиты IP54. Ну, для гаража я считаю в самый раз. Кстати, рекомендую вам посмотреть своими глазами, как вообще проводится испытание оборудования в специальной камере дождя. Об этом у меня на канале имеется отдельное видео. Автоматические выключатели, УЗО, счетчик электрической энергии, розетка и прочие устройства также были выбраны от EEC. Исключение составило лишь устройство для индикации тока и напряжения, ну, вольт, амперметр, другими словами, D522042. Кстати, о нем у меня также есть отдельный и достаточно подробный обзор, где я рассматривал схему его подключения и тому подобное. С виду это обычный металлический щит со степенью защиты IP54. Ну, кстати, исправлюсь, а то в прошлом видео все говорил по привычке ИП, давайте буду говорить правильно, коль вам это как бы слух режет, там, IP54. Хотя, на самом деле, с коллегами между собой мы всегда как-то привыкли говорить именно там ИП-31, ИП-40, ИП-54 и все в таком вот роде. То есть, именно в транскрипции ИП, а не IP. Кстати, степень защиты достигается необычным с виду сплошным сальником для ввода кабелей и полиуретановым уплотнителем на двери. Вот уплотнитель на двери, тут по всей дверце. Ну, а вот у нас вот такой вот сплошной сальник для ввода кабелей в щит. Но привлекла меня в щите, конечно же, не степень защиты. Вместо небезопасной металлической панели, которую мы привыкли видеть в металлических щитах, здесь уже используется пластиковая панель. То есть, вот она. Вот эта вот панель не металлическая. Здесь она выполнена именно из пластика. Сколько уже было случаев на моей практике, что при установке металлической панели случайно касались ей таковедущих частей, находящихся под напряжением. При этом возникало короткое замыкание, соответственно, с большим риском поражения электрическим током или дугой. Сам лично всегда с очень большой осторожностью устанавливают металлические панели. И каждый раз в голову приходит мысль, почему же не сделают эти панели пластиковыми. К тому же само крепление у металлической панели имеет, так сказать, разовый характер. И при повторном затягивании саморезов они обычно прокручиваются и уже просто-напросто не держат эту панель. Вот поэтому я, безусловно, рад, что наконец-то в металлических щитах сделали панель именно из пластика. За что передаю производителю. В данном случае это у нас ЕГ. Отдельную. Спасибо. Кстати, вот у нас панель. Так вот легко снимается. Держится на четырех таких поворотных винтах или, как назвать, защёлках, наверное. Всё. То есть вот пластиковая панель снята. снимается достаточно быстро, а главное, безопасно. То есть как и установка у неё. То есть вот я её поставил. Ну и затянул. То есть в обратной всё последовательности. Всё. Панель установлена. Так, это у нас заглушки для модулей. К ним мы ещё вернёмся. Это у нас крепёжный комплект. Тоже я чуть позже о нём расскажу. Теперь, ваше внимание, я хотел бы акцентировать на следующем. Все вы знаете, что на месте строительных работ обычно преобладают такие спартанские условия. То есть звуки работающих перфораторов, штроборезов, массовые облака, летающие строительной пыли и тому подобное. Которое, безусловно, может попасть вовнутрь щита и установленное в него оборудование. Также нередкие случаи, когда по разным тому причинам щит размещают над потолком, под потолком и прочих там неудобных, скрытых, возможно, местах. Надеюсь, что данный аспект вам понятен. Но в нашем случае нам это не грозит. Почему? Потому что у данного щита, данный щит, повторюсь, что это щит CRN24 на 24 модуля серии Universal, имеет съёмную вот эту раму. А значит, сборку щита можно произвести в комфортных и чистых условиях. Рама крепится к основанию щита с помощью четырёх гаек. Вот эти гаечки. Как видите, при откручивании гаек я ничего придерживаю, там сзади щита не нужно. Так как вот эти шпильки, они приварены непосредственно в основании щита. Всё. То есть, вот мы сняли нашу раму. Ну а вот эти вот шпильки. Сейчас я вам покажу. То есть, вот они, видите. Ну, рама щита состоит из двух изогнутых профилей. Соединённых между собой двумя динрейками. И имеет достаточно такую весомую и прочную конструкцию. Также на ней установлены основания для держателей нулевых шин и шин заземления. Ну, в данном случае я их сейчас установил. Ну, к нулевым шинкам я ещё вернусь чуть позже. Расстояние между центрами динрейек составляет 125 мм. И, кстати, регулировке это расстояние не подлежит. Тем не менее, это вполне приемлемое расстояние для выполнения монтажа. Вот у нас основание щита. Вот. И вот у нас динрейка. Данная регулировка тоже отсутствует. Хотя, как вы видите здесь, в этом и нет особой необходимости. Ну, 20 мм. Что, в принципе, без проблем позволит с задней стороны щита прокладывать жгуты проводов, отходящих кабелей и прочую вторичную коммутацию. Так, ну, помимо перечисленных достоинств щита, также хотел бы отметить и его неудобства. Дело в том, что в данном щите нет возможности сменить место установки двери. А вот в моём как раз случае было бы гораздо лучше, если бы дверь открывалась не на правую сторону, как вот в данном случае, а наоборот, на левую. Причём не вижу особых сложностей сделать такую возможность. Неужели это, как бы, может сильно повлиять на стоимость щита, на его удорожание? То есть, если бы вот здесь вот имелись такие уже прорези, вот с этой стороны, и дверку можно было бы перенавешивать, ну, как вам удобно. Так, ну, теперь разместим на раме все наши аппараты защиты и прочие устройства в следующем порядке. Так, верхняя одинрейка, это у нас водной автомат, 247-29, 25 ампера. Дальше у нас идёт реле максимального и минимального напряжения RM-47. О нём можете посмотреть отдельный и очень подробный обзор с испытаниями. Ну, сразу. Так, кнопка у релея должна быть нажата, автомат должен быть выключен, напомню. И делаем стыковку этих двух аппаратов. То есть, всё, стыковка произведена. Устанавливаем. Дальше у нас идёт счётчик электрической энергии, старый, 104, однофазный, прямого включения. Далее у нас идёт вольт-амперметр, о котором я уже говорил. И далее у нас идёт УЗО, ВД-1,63, 50 ампер, 30 милиампер. Всё, вот у нас собран весь верхний ряд. Так, нижняя одинрейка у нас пойдёт автомат 3 ампера, с характеристикой С для устройства индикации, то есть для вольт-амперметра нашего. Дальше у нас идёт автомат 10 ампер, характеристика В, для освещения гаража. И далее у нас идёт тоже автомат 16 ампер, характеристика В, для розеточных линий гаража и дополнительной розетки в щите, которую я вот сейчас и установлю. Ну, почему я выбрал на освещение и на гараж характеристику В? Потому что магистральные линии гаражей имеют неудовлетворительное состояние. Линии достаточно продолжительные, длинные. И токи короткого замыкания уже в конце гаражей, в конце этой линии достаточно низкие. Поэтому, чтобы надёжно и правильно отрабатывали автоматы, я установил на освещение и на розеточные линии характеристику В. Для вольт-амперметра выбрана характеристика С, 3 ампера. Здесь это не критично. И на вводе у нас автомат с характеристикой С, потому что в гараже много потребителей с большими пусковыми токами. Чтобы автомат в одной не выбивало, поэтому выбрана характеристика С. Если будут и С выбивать, то целесообразно будут установить характеристику Д. Ну, это вообще как бы другая тема для разговоров, тем не менее. Чтобы аппараты не съезжали и не перемещались по один рейке, установим вот такие ограничители. Естественно, что при установке ограничителей нам необходимо примерять пластиковую панель. Вот таким вот образом будет у нас установлена панель. Значит, на этом уровне и фиксируем все наши коммутационные аппараты и устройства. Все, никуда у нас они не денутся. То же самое делаем на нижней рейке. Ну что, готово. Кстати, по большому счету данный щит серии Universal практически ничем так вот не отличается. Он принципиально от серии Pro. Я бы даже наоборот сказал, что он немного превосходит его. У серии Universal в наличии изначальной комплектации идет богаче. То есть, в наличии имеются шины, ну, например, нулевая и шина PE. А у серии Pro их почему-то нет. Ну, видимо, для удешевления стоимости щита. А также есть заглушки для закрытия пустот при отсутствии установленных аппаратов в щите. Вот, потом мы сюда эти заглушки и установим. То есть, держатели шин можно установить как снизу щита. Ну, вот таким образом. Так можно установить и сверху. То есть, держатели снимаются. Потом вот эти вот крепления устанавливаются наверху. И можно установить там, да, таким образом. Вот шинку. Ну и аналогичным образом и вторую. Кстати, очень плохо, что вот эти вот держатели в щите идут только два. Потому что иногда очень удобно, например, что Одну шинку установить, допустим, снизу нулевую. А шины PE установить вверху. Достаточно места. Удобно делать коммутацию. Почему бы и нет? Ну, в данном щите реализовать это не получится. То есть, либо снизу, либо сверху. В моем щите нулевая шина и шины PE будут установлены внизу щита. Ну вот, у нас получилась цельная рама с Динрейками и установленными на нее аппаратами защиты, которые можно целиком установить на основание щита. Ну, а теперь приступим к коммутации. То есть, все сейчас соберем в комфортных, чистых условиях. Ну, а потом эту раму установим в щит и привезем уже на объект.